так ребята здрасте всем наболевшая тема давление камаз демо все уходит никто этим не занимается ну а на самом деле это как бы как бы как бы влияет роль коромысла наши да просто все мы ездим ездим а на камазе его там особо нет давления ну не суть важно сейчас вам попытаюсь рассказать может быть научить или ну как это что научите что них ничего тут особо сложного нету время и и нужно какое-то этот оборудование да вот у нас коромысла вот мы берем его первое что нужно вынять пробочки отсюда да как их вынимать то есть можно в эту грубую их выбить тогда в наглую можно их и сохранить я беру два шарика закидываю в середину вы отверстие и по кирну заточенная на косую раз выбил еще потом один шарик и закинул и опять же этим кирном на косую буду сейчас покажу кирном это то есть выбил все разобрали следующий этап как правильно завтулить на базаре вот пункте сейчас у нас и есть два вида дешевые 80 гривен гривен они не работает по не меньшего размера есть вытулка завод 190 гривен 200 тире у нас на базаре у них дырочек нету сверлить самому вот эти все отверстия я шо делал здесь а первое как и правильно забить сюда да то есть ну как бы то есть выбились и сытарую вытащил я вот такую вот гайку вот этого размера диаметр вот туки да по наружу в коромыслях ну вот коромысла буракова да и тому же кирном лазили не знаю из-за чего ну короче то есть вытащили мы вот горечка у нас ну грубо говоря этого размера точим небольшой конус на заходе ссовываем в тулочку она сама себя сжимает за того что есть конус да потом у меня вот такая выточена правочка чуть-чуть ее выбил чтоб было там вот минут миллиметра полтора и сюда мы ее уже забиваем ее не не поломает у вас не пошмет никогда следующий этап с этим все понятно то есть разжевал да это уже бушная бука она лезет сюда хорошо следующий у нас этап как ее обжать максимально сделать чтоб она облегала наших аромах сергей викторович меня научил рассказал ему одну очень обалденный просечки то есть типа да вот она получается первый размер где-то 24 и 1 когда вы ее запихнули новую по заводскую а я вытянул 24 и и 42 примерно без этой развертки я вытянул вот этим вот своими просечками тут у меня на них эти написаны первый номер она у меня идет где-то одну десятку то есть больше 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 то есть и получается пацаны зеркало и плотность этого материала без развертки очень хорошо работает вот я их их все прошил на 24 42 у меня вышла нет по моему на 40 ну то есть или 45 а вышла на 45 даже где-то плюс-минус ну и суть важно отвез я вот эти вот коромысла шлифовщику своему товарищу помню их блин сейчас вы ему одной рукой даже и неудобно закусывает получается вот он вообще супер чик получилось очень хорошо очень и главное что без этой развертки сейчас увидите чистота там и плотность этого материала то есть мы ее этими просечками уплотнили шлифовщик шлифовщик мне их вышлифовал все по этому одному размеру хотя были все разные то есть я тут писал там цифры минус 17 соток от 25 какие там минус десятками минус 30 соток я их все промерял ну то есть было караушу ну ничего мы сейчас их вышлифовали и теперь я думаю будет она работать пару пор цене вот ну и плюс пробочки то есть вышло все грубо говоря по материалу втулка и пробка заглушка 3500 вышла за работу говорить не будут того что этот дуб сразу там начинает волноваться как-то так то есть поэтому понятно сейчас вам покажу а и принципиально очень-очень удобно гамазовский палец я когда их и вот так вот ну прессом занимался рассекал как раз в гамазовском пальце тут 25 в минусе то есть то что нам надо минимальный зазор и чтобы не было фаски то есть я его рисом обрезал у вас эту втулку не выпирает но в втулка все равно чуть-чуть меньше чем хоромысла чуть-чуть она меньше получается хоромысла то есть там может быть на пол этого миллиметра ну это ты не суть важно она работает все нормально то есть из-за чего я обрезал торец что то бы втулка не вылазила когда я и пихаю прессом да вот раз там есть там ее вход и выход раз и потом она ее давишь и она ее уплотняет и даже разворачивать где нужно все получилось довольно таких это хорошо вышлифовали в один размер как бы вот как-то вот так поэтому рассказал сейчас вам покажу чем я их и выбивал сейчас на паузу вот у меня хлопан на 11 заточенный вот так вот на косую вот эти пробочки даже эти можно использовать обратно но у меня есть новые их разбить шариком и обратно забить в этом писали что мы их завариваем я не вижу смысла раздал их да и все общего видео правда бузыровами так что вот разные шарики туда их накидывать и их выбиваете как бы но работа не быстро ну все получается то есть по коромыслам рассказал вам показал сейчас параллельно реставрирую головки камазовские вот уже то будет отдельное видео все зажал выставил их нужно мне завтулить то будет отдельно как шо как мы там ловим базу все расскажу и покажу ну то есть вот такое видео получилось у нас по поводу коромысел пацаны хоть сегодня и воскресенье но что-то решил я выспался решил заняться чем-то увидели сами то есть видео наглядно то есть рассказываю что занимались а не боясь а самое сложное в этой ситуации вышлифовать если есть там где шлифовал к шлифовали даже можно не разворачивать получается ну хорошо получается действительно вот этими а еще еще прокол чем и нюанс я беру поршневый палец уже в конце волковский вот он точно делают на нем вот такие вот эти насечки то есть их этим напилочком заглаживайте ну чтоб она не царапала сырое если мы берем там материал сырой как бы мог быть эти рысочки до получаться а тут палец 25 поршневой моего там чуть-чуть как бы желательно шлифануть бы его там по нашему размеру да а потом уже эти по наделывать риски то есть вот такие вот поняли о моего как шарик этот ровняет и и все ну думаю рассказ как это ты рассказал доходчиво то есть берите и занимайтесь ничего тут военного вот вот там нет то есть время да ну и все все просто всем привет и мирного неба